И всем привет, ребят! Вот и наша новая серия Памятура Рояль, и буквально на днях мы с вами делали открытие черной тайной двери, которая очень даже неплохо себя купила, там буквально в 3-4 раза. Ну а сегодня у нас на очереди красная, которая стоит прям на порядок дешевле, и посмотрим, а купит ли она хотя бы себя или же нет. Ну а вам я желаю, как обычно, приятного просмотра, приятного где-то тем, кто кушает, и конечно же не забываем про подписочку на канал, ведь до 40 тысяч остаются буквально считанные единицы. Ну а мы начинаем, погнали! Не знаете, где приобрести вещи? А ваши друзья уже знают и закупаются в метро-маркете. Да, не лучшее место нам сегодня выпало для открытия красной дверки, далековато бежать придется. Ну ничего, сейчас сначала повоюем немножко на респах, а потом сразу туда и отправимся. Серьезно? Дать столько попаданий с МКХи высшего качества и не убить паренечка? Нифига, это там что за броня у него такая? Когда в меня делают на порядок меньше попаданий, я сразу отлетаю. Оу, еще и побежал куда-то. А, зато сейчас, буквально два попадания и то по ногам, и все, и парень отлетел. Как это работает, фиг его поймешь. О, розовый лучик. Хоть бы это не патроны, а? Неужели? Первая МКХа высшего, которую я выбиваю вообще за весь сезон. По-моему, еще ни разу мне МКшка высшего не падала, вот именно в пятом сезоне. Блин, прям редкость даже. Сто с меня как снимали их, так и снимают. Не знаю, как это работает. Ну все, теперь можно и дальше идти. И причем сразу с двумя МКшками. Ну да. Сейчас бы еще от бота спалиться. Ладно, тогда перемещаемся на следующие респы. Посмотрим, где у нас тут еще остались люди. Погнали. А тут-то у нас, оказывается, еще есть люди. Буквально только что по кому-то начинал стрелять бот. И прям резко так прекратил. То ли он паренька этого забрал, то ли пареньок где-то загасился. А нет, вон он стоит. Причем вообще без движения, как будто он просто взял и вылетел. А, еще один. И что это за пролагивание сейчас было? Почему он телепортировался резко за камень? А такой классный момент был, чтобы его просто взять и забрать. Ну да. Он еще и в свои руки теперь инициативу боя возьмет. Блин, будем пробовать как-то сближаться. С такого огромного расстояния, я думаю, не кайф воевать. Лишь бы у него не было гранника. Потому что гранник плюс дерево это 100% смерть. Капец, а парень у нас раздамаживает? А, понял. Подстволка. Как же я не люблю вот такие вот безвыходные ситуации. И убежать некуда. И выскочить тоже не могу. Потому что одно попадание гранником в ноги и все. А, уже почти все. Еще одна рандомная тычка и отлетели. Капец, и что теперь делать? Не, ну мне кажется, за камень я зря прибежал. Тут даже не умерли. Ладно. Понял. Не умею воевать в таких ситуациях. Погнали тогда попробуем еще раз зайти. Погнали. Да. Все-таки туповато мы в том бою отъехали. Надо было 100% не сближаться мне с ним. И воевать на дальнях. Тогда бы он попросту не смог мне гранниками доставать. Ну ладно. Было и было. Зато теперь у нас респ намного лучше, чем в прошлом бою. Потому что отсюда до Снэкпита бежать, ну прям вообще секундное дело. О. И сразу кто-то кого-то закрывает на респе. Лишь бы я сейчас успел на гору подняться. А там все тогда по плану будет. С горы намного удобнее воевать. Воу. Нифига. Прям вот так сразу. А, он еще и теперь с мой сбору пытается меня добить. Логично. Будто бы земля у нас простреливается. И где он там? Он же по идее на этом спуске лежал только что, да? А сейчас, я так понимаю, он нас теперь обходить будет, да? Нет? Блин. Вот знаете бы, что там у этого предельщика в голове происходит. Так бы хотя бы заранее информация хоть какая-то была. А так, все. Пострелял его. Не видно, не слышно. Где он там есть? Что он там делает? Может быть, он же где-нибудь по какой-нибудь правой стороне нас оббегает. Серьезно? Он там лежит? Вот так вот просто? Да. А так хорошо начал. И причем практически забрал меня на моменте, пока я в горку поднимался. И, кстати, это опять же фуловая шестерка. Надеюсь, это вот тоже что-нибудь интересное выпадет, как в начале прошлого боя. Где буквально в первую же минуту мы выбили МК-ху вышку. А тут я бы надеялся на какой-нибудь рюкзачок, наверное, шестого уровня. Потому что в пятый явно помещается, но не все. Да ладно. Красный лучик. Неужели? О! Привет, шестой бронежилет. А что у нас там по пластинам? Еще и ткань освинцованная. Вот теперь нормальный заход. Надеюсь, в этом бою так же тупо не отъедем, как в прошлом. Ну все. По идее, второго парня на этом респе он забрал сам. А значит, мы отправляемся дальше. Погнали. А на Снэк Пите-то у нас, оказывается, кто-то уже есть. Либо буквально только что здесь был. Потому что бот тупо пошел и зашел в синее здание, когда такого вообще никогда не происходило и в принципе не происходит. Насколько я знаю, в этом здании боты не спавнятся. И если он туда пошел, то значит его туда что-то привело. То есть, там он скорее всего видел какого-нибудь паренечка. И тут еще вон, смотрите, как бот неестественно идет. Прямо как будто босс. Мне даже по сути, без разницы, был кто-то или нет, самое главное, чтобы никто вперед нас эту дверку не открыл. Вот тут будет сейчас неловко, что я прибегу, а она уже открытая стоит. Ну, кстати, дверку нашу не открыли, а вот ящичек уже подлутали. Причем взяли дорогие предметы, а вот эти вот дешевые даже трогать не стали. Ну, хоть дверь не стали открывать, и на этом спасибо. И причем в выпуске про черную дверь практически все как один писали, что красные письма вообще себя не окупают. Ну, а вот сейчас и проверим. Посмотрим, хотя бы 30 тысяч у нас наберется или же нет. Так, дверка открыта. Ну что, погнали первый ящик? Надеюсь, хотя бы мы в минус не уйдем. Хотя бы 30 тысяч набрать бы. Нифига себе. В минус. А тут на тебе. С первого же ящика падает слиток золота. Блин, я когда черную дверь открывал, мне ни разу слиток не выпал. А тут и с красной. И причем с первого же ящика. Ну все. Значит, красную дверь тоже можно открывать. Отсюда тоже может выпасть неплохо. Причем, когда мы открывали черную дверь, нам там выпало буквально 300-400 тысяч. То есть мы откупили письмо где-то в 3-4 раза. А тут-то письмо стоит 30 тысяч. И получается, по отношению к письму, вот именно к письму, к его ценности, мы окупили его гораздо больше, чем открыв черную дверь. Не, ребят, теперь если мне всегда будут попадаться какие-либо разные письма, даже пусть белое письмо там с первой карты, 100% продавать не буду. Теперь надо ходить и открывать. Ну все. Тут мы вроде бы как закончили, дверку открыли, слиточек в сейф положили. Теперь можно двигаться дальше и с довольным личиком идти и кого-нибудь босика разбирать. Погнали. Вот долго думал, куда нам пойти, на рожок или на школу, либо же просто на горе затусить. И пришел к такому решению, что уже буквально через пару секунд у нас появится первый временной босс. Поэтому бежим туда, куда ближе. Быстренько забираем босса на школе и бежим на бойсика. Который, кстати, появился ровно там, откуда мы пришли. Знал бы я, что он появится на Снэйк Пить, лучше бы там посидел и подождал его. А потом бы просто прямиком прибежал на школу, либо же на тот же рожок. Ну ладно. Надеюсь, его там никто не тронит, пока мы тут на школе бойсика забираем. И причем, я так понимаю, мы вообще сейчас в принципе первые, кто за весь бой пришел на школу. И причем я вот сколько уже играю, у меня такие ситуации прям очень часто. Вообще, в последние боев, наверное, 30-40, в принципе, как-то людей меньше на карте стало. Хотя, бывают карточки-исключения, где ты заходишь и понимаешь, что помимо тебя по этой карте вообще человек 20-30 бегает. Потому что стрельба вообще со всех сторон идет. Капец, достал прыгать. Ну неужели? Вот раньше он просто стоял, а теперь он как сумасшедший туда-сюда, туда-сюда прыгает. И не прицелишься, и нормально не поубиваешь. И причем лут с него сегодня тоже прям капец какой посредственный. Ну серьезно, убивая босса на третьей карте, ты, наверное, последнее, о чем думаешь, что сейчас ты получишь какой-нибудь четвертый сет. Пусть даже стальной четвертый сет, но от него толку-то по сути ноль. Хотя бы бы пятые шмотки поставили, чтобы там минимальная какая-то шмотка была. Например, убивая босса, там минимум одну розовую вещь ты должен получить. Ну или что-нибудь подобное было бы. Я думаю, почаще бы люди на бойсиков ходили. Ну все, тут значит закончили, теперь погнали быстрее на Снэйк Пит и заберем еще и там босса. Поехали! Поехали! Вот все-таки не зря я тут ботов подзачистил Прям как знал, что можем еще сюда вернуться Так Последнего снайпера убили Теперь нам точно боты мешаться не будут И сейчас быстренько заберем босика А потом, я не знаю, либо на еще одного Либо на выход сразу Сейчас посмотрим, сколько у нас времени займет На то, чтобы его забрать Все, отправился Да, топает Вон по карте видно, что шевелится Причем еще и босс с дробовиком То есть мы его даже побыстрее заберем, чем с пулеметом И минус пол хп Только он свалился куда-то непонятно куда Ну ладно Сейчас тогда попробуем его немножечко в сторону И убить где-нибудь пониже Чтоб в случае чего, если вдруг уйти придут Нас никто не закрыл Ну, например, где-нибудь здесь Было бы неплохо Ну и где он там? Он идет, нет? Серьезно? Он решил уйти обратно? Ну давай О, розовый кстати Блин, надеюсь какая-нибудь пушечка высшего качества Потому что пятых шмоток у меня уже прям предостаточно Опять пятый шлем Ну ладно Все же лучше, чем пятый бронежилет Потому что вот бронежилетов у меня Достаточное количество А шлемов ни одного нету Причем ни одного шестого тоже Только с пятыми пока что бегаю Не знаю Не везет как-то мне на них Все Самое ценное подлутали А теперь можно и на следующего временного босса глянуть Погнали А второй-то босс, как ни странно Максимально удачно у нас выпал Оба выхода с карты Находятся именно здесь Причем один слева, а второй справа На какой хочешь идти, выбирай сам Сейчас тогда быстренько его забираем И мчим на выход Даже особо времени на побегушке не займет О, опять кстати с дробовичком Ну, кстати А на спине-то у него пятый рюкзачок висит То есть уже как минимум Одну пятую шмоточку с него получим Надеюсь, это будет не все И там еще что-нибудь выпадет Ну и куда он побежал? Так все хорошо начиналось И на тебе Взял и ушел за территорию Причем даже не в нашу сторону А совсем в другую А, даже так Интересно, кого он там выглядывал, сидел Решил нас подкараулить Думал, обходить будем его Не, этот босс явно какой-то тормозной Ну хотя бы этого отведем Немножечко в сторону Готов Ну тут да, розовый лучик Мы уже сами 100% знаем Что пятый рюкзачок там точно есть Но там же может быть И еще что-то лежать Например, еще один пятый шлем Причем точно так же кобра Ну и в довесок четвертый сетик Тоже кобра Не, ну неплохо в общем Причем даже, наверное, сайгу Я бы поменял на миник Все-таки он чуть-чуть Но подороже будет Во Вот теперь все самое ценное забрали И причем у нас сразу Стоимость выкладки Прям максимально поднялась Теперь можно спокойно И на выход идти Знаю что, этот бой был 100% удачным Особенно открытие красной двери Ну все Погнали к выходу Ну что, ребят Я думаю, сегодня у меня Как минимум получилось Вам доказать то Что стоит открывать Не только черную дверь Но у нас еще помимо черной Есть желтая И красная двери на третьей карте А все-таки Это третья карта И здесь может Очень даже неплохо выпасть Причем Вы можете окупиться В 5, в 6 А то и даже больше раз Это нам сегодня Просто один слиток выпал А могло же выпасть и 2, и 3 Или там чертежики какие-нибудь Например Ну а также могло и жестко Очень даже не повезти Но, к счастью Сегодня удача была На нашей стороне Но, к сожалению На этом моменте Мы, наверное, и будем Заканчивать нашу сегодняшнюю серию Поэтому Всем тем, кто досмотрел До этого момента Просто огромное спасибо Ну и, конечно же Не забываем про лайк под видео И коммент под роликом Ну и подписчику на канал Давайте уже быстрее доберем Эту заветную цифру В 40 тысяч человек Ну а я с вами прощаюсь Увидимся завтра Пока Пока